Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я Роман Головин и сегодня я проведу необычное видео. Я покажу, как я медитирую обычно, немножко расскажу и можете уже со мной вместе помедитировать. Около моего дома есть такой лес. Здесь, наверное, уже сосны выросли, метров 10, наверное. Вот этот лес за 20 лет вырастила моя мама. Я уже в одном видео это говорил. Также я продолжаю за ним ухаживать, поливать его. Собираем листья здесь. И вот вокруг дома есть такой кусок леса у нас. Итак, многие меня спрашивают, как начать медитировать, что такое медитация. Во многих лекциях я уже касался этих вопросов, но практических занятий не было. Но сегодня я тоже не буду вдаваться пока в подробности. Проведу теоретические лекции в будущем. Сегодня я просто покажу, как я медитирую. Что нужно для этого? То есть вы выбираете удобное для вас место, садитесь, либо это дома где-то, в многоэтажном доме, либо на даче, либо на природу выходите. Для медитации много, что не нужно. Самое главное – желание, концентрация. когда начинаете медитировать, нужно выбрать удобное место. Иногда кто-то зажигает ароматические свечи, кто-то музыку специальную ставит, палочки различные, вкусовые ставят, так называемые. Место подготавливают удобное, чтобы создать такую атмосферу. Кому-то без света комфортно, кому-то со свечами комфортно, одежда специальная, обстановка, выберите такое самое любимое свое место и начинаете медитировать. Я часто медитирую на улице, вокруг дома. Иногда вообще могу раздеться, сидеть там в одних трусиках, загорать на солнце, медитировать. Иногда я медитирую дома. Живу на Кипре очень удобно, и на улице, и внутри дома. Живу практически на природе. Вся живность здесь вокруг дома бегает. Буквально здесь, в десяти шагах от моего дома, уже начинается зона охоты. Здесь охотники бегают периодически, начинается сезон охоты. Каждый кипривод, он считает себя охотником, каждый мужчина должен быть охотником, поэтому они все с ружьями все время, стреляют дичь различную, и периодически даже слышны звуки. Итак, садимся либо в полу-лотос, либо на стульчик какой-то. Можно не скрещивать ноги, кому-то удобно скрещивать ноги. На начальном этапе это не важно. Главное, чтобы спина была прямая, руки можно положить на коленки, расслабиться полностью. Позвоночник желательно, чтобы был прямой, чтобы энергия проходила по всем чакрам, по всему вашему организму. Концентрируйтесь, чтобы через темечко проходила энергия. Садимся, расслабляемся. Можно дышать начать, чуть глубже. Вдох, выдох. Подышите немножко глубоко, потом сам ваш организм выберет режим дыхания, какой ему удобно. Постарайтесь ни о чем не думать, расслабиться, почувствовать, как энергия входит в ваш организм. Если же не получается останавливать мысли пока, то ничего страшного. Есть такие медитации, когда наоборот, нужно концентрироваться на мыслях. И часто у меня во время медитации очень умные мысли приходят в голову, в том числе и пророческие различные. Поэтому на начальных этапах это будет тяжело полностью не думать ни о чем. Многие учителя-гуру говорят, что это вообще невозможно сделать, только, может быть, какие-то избранные люди могут полностью остановить мысли. Все равно периодически что-то лезет в голову. То есть нужно расслабиться, сесть, чтобы позвоночник был вертикально, сесть удобно. Можно в кресло, можно на стул, на диван, но главное, чтобы было вертикально. Можно лечь, кому удобнее. Есть люди, которым удобнее лежать, расслабляться. То есть нужно полностью расслабиться при дыхании, почувствовать, как расслабляются плечи, как расслабляются руки, как расслабляются ноги, веки наливаются тяжестью, мышцы лица расслабляются, весь организм расслабляется. Вы парите. Представьте, что вы парите в космосе. Вас ничего не держит. Вы умеете летать. Вы в таком подвешенном летающем состоянии, в невесомости. Вы сливаетесь со Вселенной. Вы полностью расслаблены. Концентрируйтесь на своих внутренних чувствах. Получайте удовольствие от того, что вы делаете. Если хочется дышать в луже, дышите в луже. Если хочется дышать поверхностно, дышите поверхностно. Кто-то, может быть, отключится и заснет. Ничего страшного. Медитация – это лишь способ добиться множества целей. Каждый выбирает сам свою цель. Кто-то, для получения энергии, для восстановления энергетических запасов организма. Кто-то, для познания себя и для работы с различными внутренними блоками, которые мешают дальше духовно развиваться. Кто-то, для контакта с неземными цивилизациями использует. Кто-то, для лечения, для выхода из тела физического, для путешествия в других мирах. Медитация – это только средство. Она дает огромные, большие возможности. Медитация – это духовное развитие человека. Самоконцентрация. Медитация – это как компьютерная игра. Достигаете первого уровня, проходите его, выходите на второго уровня. После второго уровня, третий и так далее. Доходите до максимального уровня развития. Естественно, это не в одной жизни происходит. И после этого все начинается сначала по кругу. Сначала можно заглядывать в себя много месяцев, смотреть, как сердце бьется, концентрироваться, как легкие дышат, на больных органах концентрироваться. Если что-то болит, можете туда сконцентрировать свое внимание, послать туда энергию. И постепенно будет излечиваться. Энергия чистая, белая, исцеляющая заходит в ваш организм. Она наполняет каждый у вас энергетический центр от макушки до копчика, проходит по всем каналам. Каждая клеточка наполняет божественной энергией, светом. После нескольких месяцев медитации можно концентрироваться на окружающем пространстве. Не только на внутреннем своем пространстве, но и на окружающем. Слушать, что происходит вокруг вас. Каждая клеточка наполняет Продолжение следует... 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 Продолжение следует...